Сегодня ответ на самый популярный на рынке вопрос, сколько приятно порадует. От полутора до двух с половиной рублей просят продавцы за килограмм клубники. Здесь, конечно, сыграл свою роль закон спроса и предложения. В этом году сезон клубники выдался более чем продуктивный. Об этом не понаслышке знает Марина Галуза. Домашнюю клубнику в Бресты женщина привозит продавать из Каменецкого района. У хозяйки свой секрет вкуса. А потому неудивительно, что в день с ее прилавка уходит до 150 килограмм спелой и такой ароматной ягоды. Мы выращиваем на пленке, у нас клубника чистая, идет без песка, вся блестящая. Поэтому у нас всегда быстро продаемся. Продаем большое количество, по сравнению, потому что посажено много. Не все так сладко, по другую сторону прилавка. В черешне и персике, к примеру, приятными ценами пока порадовать не могут. В эти июньские дни ягодно-фруктового сезона за килограмм красивой бордовой ягоды нужно отдать от 8 до 10 рублей. Персики немного дешевле, продавцы ставят цену от 6,5. А вот к овощам и зелени брещане присматриваются активно. Цены приятные, продукция даже по внешнему виду понятна. Натуральная и очень вкусная. Константин Багнюк привозит овощи из агрогородка Страдича Брестского района. Получает прекрасный урожай, потому что подходит к делу со всем сердцем. Гормон радости. В красных или в малиновом, либо в красном, то гормон радости. А в этом получается очень полезный для почек и печени. Секрет то, что меньше даешь химии, то он будет сладкий и вкуснее. Если с химией, с удобрениями, он невкусный. Для сохранения нашего самочувствия все дары природы проходят обязательную санитарную проверку на нитраты в лаборатории. Товар каждый день специалисты тестируют и призывают приобретать. Ту продукцию, которая прошла проверку. После Чернобыльской атомной электростанции мы пострадали. На данный момент эта проблема еще у нас не исчезла. Для этого все-таки мы проверяем по цезию 137 содержание радионуклидов. За этот год у нас превышений на данный момент пока еще не было. За прошлый год по статистике по грибам 16 превышений было. Было исследовано 426 проб. По ягодам тоже были превышения. Каждый раз мы выписываем талончики с датой реализации. Выдается день на день. Поэтому убедительная просьба людей, когда покупают все-таки продукцию, спрашивать у продавцов талончики проведения ветеринарной санитарной экспертизы. Где есть отметка нашей лаборатории, сегодняшнее число. И стоит предельно допустимый уровень по нитратам, по радиации. К слову, проверке подлежат все дары леса без исключения. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.